это видео является продолжением как добираться до залезчики дело в том что там еще по дороге червоноградский замок и вот по карте я взял примерный маршрут стернополя видите вот ехать машиной ну это автобусом будет ехать ехать 2 часа 47 минут и вот сейчас увеличу можно ехать и со львова можно ехать и снизу украины там где черновцы но я сейчас показываю как тернополя смотрите чтобы попасть залезчики по пути желательно заехать глянуть на руины почему важно заехать потому что тоже принципе достопримечательность это архитектура и ну то что то что осталось поэтому почему бы не глянуть все сразу и кстати еще одна основная причина почему нужно заехать червоноградский замок то что там находится джуринский водопад вот смотрите я гуглил по интернету так как я хотел добраться нет маршрута но вот не знаю если вы счастливчики и найдете как добраться залезчиков червоноградский замок ну туда и обратно то вы молодцы но я смотрел так что нужно ехать на залезчики и залезчиков 5 часов пешком до червоноградского замка или если вы едете с тернополя выйти вот где-то здесь вот здесь выйти поверните налево на r24 по знаках на кассивку мы вот и тут можете выйти вот я попробую поставить городской транспорт городской транспорт тоже увидели показаны и как я ехал ехал я залезчиков вот сюда вверх мимо берестока если вы едете через городенко на городском транспорте там или на машине то городенко в центре города дорога просто ужасно убитая просто разбитая там и не знаю надо на самолете или не знаю на чем на крыльях лететь чтобы не побить машину дальше едет эти стороны и кубок и и есть такой пусть и есть устечка но его лучше не доезжать здесь есть такая дорога беленькая если видите здесь на карте после главной дороги желтым нет белая дорожка эта дорожка она как бы асфальта не имеет вы проезжайте наверх я попробую еще увеличить есть дальше поворот налево на на горян и всего а еще если такая дорога ветвистая видите дальше эти и идти влево вот поехать сюда тут тупик будет а можно поехать вот сюда налево потом направо то налево что я рекомендую если вы едете туда на машине лучше ехать в сухую погоду потому что машина может там забуксовать нам посоветовали когда мы уже подъехали к водопаду ну не к самому там слышимость была от водопада нам посоветовали еще ниже не спускаться потому что там машина может забуксовать другие послушали поехали и забуксовали это хорошо что у нас был трос и смогли вытянуть ту забуксовавшуюся машину а вдруг вы попадете такой момент когда не будет там никого ну или не будет троса и как вы будете туда влазить в общем у меня поняли и туда приезжаете вот примерно вот сюда где разветвление влево-право вверх-вниз к дорога на четыре полосы это то место где находится типа варёчек и если ты сюда вправо к надписи червоноградский замок то там будет лагерь детский лагерь лучше его обойти там даже указано что замок в ту сторону поэтому обойти его и попадете вы сразу по моему в церковь ну в руины церкви на видео вы видели что-то за церковь руины но там сначала попадете на кладбище под кладбище попадете на церковь но оттуда в церкви уже выйдете на руины червоноградского замка ну думаю я популярно объяснил если я объяснил и вы все равно не поняли пишите свои вопросы в комментариях и я там отвечу дальше когда вы езжаете едем мы залезчики самый момент про залезчики сейчас расскажу вертайтесь на эту трассу про которые ехали и едете по прямой чем залезчики примечательно в моем видео там фрагмент две-три минуты мы уже принципе торопились и но это будет по-быстрому снял это днестровский каньон и город так расположен что его река днестр окутывает как будто если стать а на кому сверху на холму стать то видно как будто на острове находится у вас смотрите есть точно такая же местность только это не город а такая самая местность есть петля саара в германии ветер сходство так вот в украине есть своя петля саара это залезчики город переключу на машину я думал что в залезчиков можно что-то посмотреть не знаю кому как но когда мы ехали я такого ничего достопримечательного не увидел и мы проехали мимо в описании к этому видео еще добавлю ссылку на старые фотки города залезчики так вот видите по самой карте видно что днестр окутывают город на эту точку 48 ведь ее загрузка аду и майданчик чтобы сюда на него попасть и увидеть такую панораму оглядовый майданчик но я сразу не глянул и получается стал вот сюда где вот уголок тут я стал и вот вы увидели что я стоял ближе к этому мосту стоял ближе она была сточу дальше чтобы попасть на этот холм я зашел в этот магазин агромакс и узнал как подняться сейчас я покажу фотографии мне сказали дайте до такой капучки это как бы знаете просто домик и в этом домике стоит статуя в марии по моему и рядом частный сектор вот по этой дорожке подняться вверх и там будет тропинка прям туда там близким принципе можете пройти еще вправо и будет от этого майданчик мне сказали что еще есть автодорога которая добраться машинами автодорога но добраться машины туда тоже можно потому что мы когда забрались наверх там был частный сектор мы были удивлены но оказывается там удивляться было нечему потому что это как бы ником это часть земли а город просто находится за лещики находятся в яме ну не в яме в каньоне и получается как бы получилось так что частный сектор находится на холме туда можно заход на машине там машинка расстояние вот я показываю как пешком подняться вот сюда подняться вот это вот такой есть магазинчик у них перед этой церковью белой с синей крышей вон где зелененькая видите зелененькая вот туда она будет дойти от моста и повернуть налево между вот этим вот забором что я сейчас говорил он зеленая и что вот она будет вам тропинка вот это как добраться и взобравшись туда пройдя чуть вправе где глядовый майданчик вы увидите такую панораму если я вам был со своими советами полезен подпишитесь на канал и ждите новых видео каждый четверг новое видео до встречи в новых видео пока